Новый проект «Обратная ипотека. Прибавка к пенсии позволит пожилым улучшить свое материальное положение за счет жилья, приобретенного в течение трудовой жизни». Его внедрение в регионе обсудили на совещании под председательством зампреда правительства области Сергея Канчера. По данным статистики, почти 60% россиян старше 45 лет не имеют сбережений. Люди рассчитывают работать, пока хватит сил. Обратная ипотека как раз позволяет избежать этого за счет использования собственного жилья, который у большинства граждан все-таки есть. В отличие от пожизненной ренты, когда жилье оформляется на нового собственника, который должен содержать пенсионера, а это зачастую порождает преступные замыслы у черных риэлторов, при обратной ипотеке оформляется только залог недвижимости. В данном случае, чем дольше проживет пенсионер-заемщик, тем больше процентов получит кредитор. И еще, заемщик или его наследники в любой момент могут погасить долг перед кредитором и вновь распоряжаться квартирой по своему усмотрению. Специально для реализации этого пилотного проекта правительством России создано агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, сокращенно АРИЖК, которое и внедряет обратную ипотеку в регионах. Плюс этого продукта в том, что он не требует никаких регулярных платежей. Человек просто берет кредит. Он берет кредит либо единоразовой суммой, либо он получает эти деньги регулярными платежами в течение 10 лет, и на эти деньги живет. Он не платит ни копейки, ни в какой момент. Участниками проекта могут стать собственники квартир старше 60 лет, которые вправе направлять полученные суммы кредита на всевозможные личные цели – лечение, ремонт жилья или оздоровительный отдых. Как признали участники разговора, внедрение этого общероссийского проекта, обратной ипотеки, станет хорошим подспорьем и для саратовских пенсионеров. Она дает возможность пенсионерам получать дополнительную материальную поддержку и решает важную социальную задачу – улучшение качества жизни. В странах Запада обратная ипотека с успехом применяется уже много лет. Для России она явление пока новое. Но уже со следующего года жители нашей области смогут проверить, насколько это удобно и приемлемо в российских условиях.